Всем привет! Я рада приветствовать вас в самом последнем видео 2015 года. И когда я думала, что для вас сделать в этом видео, то первое, что пришло мне в голову, это, конечно же, фавориты целого года. И мне кажется, что это довольно логично, поэтому если вам интересно посмотреть, что было для меня открытием в этом году, и что стало быстро моими фаворитами, то, конечно же, продолжайте смотреть. Хочу я начать с продуктов для лица. Их у меня, как мне кажется, меньше всего. Начну с тональной основы. Самая лучшая тональная основа, которую я пробовала в 2015 году, это была тональная основа от Too Faced, которая называется Born This Way. Эта тональная основа на мне, наверное, в последних, я не знаю даже скольких видео, ну, последние месяца три, так, наверное, точно. Очень люблю я эту тональную основу тем, что она создает очень плотное покрытие, но буквально с тончайшего слоя. Спонжем достаточно нанести буквально самый-самый легкий слой, при этом кожа уже сразу выровнена, все недостатки скрыты, очень красиво все выглядит, натуральный эффект, не слишком сияющий, не слишком матовый, а именно вот такой, как надо. Следующее, о чем хочу рассказать, это консилеры. Для меня открытием были консилеры от LA Girl, которые называются Pro Conceal, они стоят 2,75, по-моему, 2,75 доллара, на Beauty Joint их можно покупать через Simple, с 20% скидкой, это еще дешевле получается. Консилеры на самом деле копеечные, но настолько классно работают, они отлично работают именно в зоне под глазами, прыщики какие-то, они, наверное, не для этого придуманы, чтобы это скрывать, или какие-то сильные там недостатки на лице, но вот конкретно для зоны под глазами, я уже долго не пробовала настолько классное средство, настолько бюджетное по цене. Очень классно ложится, не закатывается в морщинки, хорошо перекрывает любую синеву, если вы выбираете какой-то очень светлый оттенок, как у меня, например, Porcelain, его можно нанести для того, чтобы высветлить даже самую светлую кожу, все равно высветлить зону под глазами. Оттенок, который у меня уже практически закончился, Classic Ivory, он имеет такой легкий лососевый подтон, поэтому отлично перекрывает любую синеву, или если у вас есть фиолетовый подтон под глазами, отлично перекрывает, отлично работает, всем рекомендую. Что касается контурирования, то для меня однозначным открытием был вот такой вот контурирующий стик от NYX, он называется Wonder Stick, и конкретно я сейчас говорю об оттенке Light. Он представлен в четырех оттенках, я смотрю, что многие заказывают как Light, так и Universal, то есть универсальный, но универсальный он намного более рыжий, конкретно вот эта сторона для контурирования намного более рыжая, я же хочу вам порекомендовать конкретно оттенок Light, потому что вот эта контурирующая сторона, которая у меня уже почти закончилась, она создает именно вот правильный эффект тени на лице, поэтому если вам нужно конкретно средство именно для контурирования, то Light вам отлично подойдет. Вот эта сторона, которая со светлым оттенком, как бы для того, чтобы делать матовый хайлайт на лице, мне она не очень нравится, откровенно говоря, я ее практически не использую, она достаточно жирная и достаточно грубо выглядит на лице, но что касается именно контурирующей стороны, очень круто, наравне с какими-то профессиональными марками, очень-очень классно держится, выглядит, вообще никаких претензий у меня к ней нет. И последнее, что хочу показать вам, это мое относительно недавнее открытие, но настолько они мне уже полюбились, что я просто не могу их не упомянуть, это хайлайтеры от ELF, которые называются Shimmering Facial Whip. Эти хайлайтеры на самом деле действительно удивили меня, потому что они намного даже лучше, чем я могла себе это представить. Опять-таки стоят они очень недорого, буквально там, по-моему, 2 доллара они стоят. Конкретно самый мой фаворит это оттенок Lilac Petal. Этот оттенок сейчас на мне, и это настолько деликатный, влажный такой вот хайлайт, именно красивый, что меня он действительно поразил. Вот есть еще конкретно вот такой вот светлый, это жемчужный, холодный, такой вот белый хайлайт. Тоже очень круто выглядит, но если у вас кожа намного более светлая, вот берите вот этот. Если у вас кожа по оттенку похожа на мою, берите вот этот Lilac Petal, он вам очень понравится. Еще у меня есть, я взяла себе оттенок Pink Lemonade, но он уже достаточно розовый, то есть это скорее такие сияющие розовые румяна. Если это то, что вы ищете, опять-таки это тоже ваш вариант. Фаворитов в продуктах для глаз у меня еще больше, чем для лица, поэтому давайте быстренько по ним пройдусь. Что касается теней, то огромные мои фавориты это абсолютно все тени Larac. В последнее время, вот какой бы макияж я ни делала себе или кому-то, я всегда тянусь именно за тенями Larac. Я не знаю, они покорили мое сердце в 2015 году, я уже вот накупила, у меня уже 4 палетки, я еще хочу докупить себе пятую, которую Larac Pro 2, потому что у меня ее нет, и это, по-моему, единственное, чего мне не хватает из всей линейки. Безумно классные тени, очень пигментированные, очень легко тушуются, красиво выглядят, дорого выглядят, шиммерные оттенки классно переливаются, как-то красиво наносятся, матовые оттенки, очень легко тушуются, с ними работать, вот просто одна мечта. Если вы можете купить какую-то одну палетку, я вам рекомендую вот самую классическую Larac Pro, 100% она вас не разочарует, у меня она уже настолько поюзанная, что во многих оттенках уже практически, вот я почти дошла до донышка. Недавно тоже в мою коллекцию добавилась вот такая вот малютка, это Larac Pro Matte, и эту палетку я вам рекомендую, если вы часто носите тени с собой, или вы часто путешествуете, и вам нужно что-то с собой взять, если вы любите матовые оттенки. Абсолютно все оттенки здесь матовые, здесь нет ни одного, ни шиммерного, никакого оттенка такого сатинового, все тени матовые, но настолько они богатые по своей текстуре, по пигментированности, по насыщенности. Вот конкретно в этой палетке матовые оттенки, мне даже кажется, что лучше, чем вот в оригинальной. Эта палетка тоже у меня недавно появилась, это Limit, она по-моему, кстати, еще доступна, ее можно купить только на сайте Ульта Американском, если вы не знаете, как заказывать, то можете заказывать через мой сервис Simplum по совместным закупкам, я ссылку оставлю обязательно вам для этого. Потрясающая тоже палетка, сколько я ей не пользуюсь, вот последние пару месяцев, наверное, я ей пользуюсь, каждый оттенок меня по-своему впечатляет, настолько как-то классно и продуманно она сделана, вот нет ничего, что я бы вот здесь, наверное, поменяла в этой палетке, и настолько же сильно люблю свою палетку Лорак Мега Про первую лимитку, тоже я ее уже так достаточно хорошо попользовалась, ей замечательные палетки, и что мне нравится в Лорак, они не делают каких-то сильно повторений, то есть если вы купили уже Лорак Про, то вам, к примеру, нет смысла покупать эту, потому что в ней там половина оттенков из вот этой вот есть, на самом деле они настолько классно продумывают содержимое всех палеток, что если вы даже купите абсолютно все в линейке именно Про, то у вас не будет, практически не будет повторений, там повторяются только 4 оттенка, и все, больше, по-моему, там никакие тени не повторяются, и я буду не я, если не расскажу про какие-то базы тоже под тени, потому что я их в последнее время обожаю, да и не в последнее время, я всегда их любила, и сегодня я хочу рассказать про 3 карандаша, которые называются Love of Color, это бренд, и конкретно эти оттенки выпустила и создала вместе с этим брендом блогер американский, ее зовут Тати, я ее как блогера просто обожаю, всегда прислушиваюсь к ее советам, и она выпустила вот эти карандаши, они работают как самостоятельные тени, или их можно также использовать как базы под тени, и что я, собственно, и делаю, работают отлично просто, они изначально имеют какое-то время, чтобы их растушевать, после этого они садятся, и вообще ничего с ними не происходит, они вообще совершенно не скатываются, никак не двигаются, не меняют оттенок тени, то есть вернее они его усиливают, потому что это цветные базы, здесь есть такой вот совсем светлый, есть истинно золотой, есть истинно бронзовый, эти три оттенка как раз-таки самые часто используемые у меня на веке, поэтому я их часто использую конкретно эти карандаши, опять-таки эти карандаши продаются только на американском сайте Birchbox, через мой проект Simplum их можно заказать, я опять-таки ссылку вам оставлю внизу, об этом карандаше я еще не рассказывала себя на канале, но этот карандаш стал мгновенно просто моим фаворитом, это карандаш от Giordano, который по заявлению держится 12 часов, с этим заявлением я никак спорить не буду, потому что карандаш действительно очень стойкий, опять-таки сейчас он на мне, в качестве подводки, у меня это оттенок коричневый, который называется Espresso Last, но у них также есть и черный, и разные-разные у них есть цвета, он очень кремовый, скользящий, вот так вот абсолютно легко скользит по веку, и в то же время опять-таки у вас будет время для того, чтобы его как-то растушевать или наоборот как-то подправить и четко сделать, после чего он застывает и вообще никуда не девается, его можно использовать на слизистой, там он держится не настолько хорошо, как на веке, но в то же время это один из, наверное, самых лучших вариантов карандаша для слизистой тоже. Еще в 2015 я обожала жидкие подводки, и если вы ищете подводку, которая 100% никак не будет отпечатываться у вас на веки, не будет никак размазываться, если у вас реально есть такая проблема, я вам рекомендую только пользоваться жидкими подводками. Да, с ними немножко сложнее, к ним нужно немножко больше приноровиться, немножко больше потренироваться, но в то же время, как только вы научитесь ими пользоваться, вы поймете, о чем я говорю, потому что только жидкие подводки делают максимально четкие линии и в то же время максимально долго держатся и нигде не размазываются. Вот конкретно вот эти от Faberlic мне очень нравятся, у меня они есть, по-моему, во всех оттенках, но конкретно мои любимые, это коричневый, потому что это именно правильный, такой темно-черно-коричневый, а не рыжий-коричневый, также черный я очень люблю, 5431 у него номер, и также я очень люблю фиолетовый 5440. 100% закажите себе, если вы ищете себе качественную жидкую подводку. Как я уже рассказывала, Faberlic не обязательно заказывать через консультанта, у них уже давно на сайте есть обычный интернет-магазин, то есть вы можете, как и в обычном интернет-магазине, эту продукцию заказывать. Также 2015 год для меня был годом привыкания к накладным ресницам, все чаще и чаще я старалась к ним привыкнуть, все чаще и чаще я их клеила для того, чтобы снимать видео, сейчас тоже они на мне наклеены, потому что ресницы, конечно, они огромную разницу делают, особенно когда у меня просто отвратительные ресницы, там три вот таких вот палочки длиной в сантиметр, то эффекта, конечно, на камере они абсолютно никакого не делают. И в то же время, когда на мне накладные ресницы, кажется, что это, ну вот обычные длинные ресницы, скажем так, которые вот для моего лица, мне кажется, вполне подходят. Я сейчас говорю о ресницах Ardell, я покупаю их вот такими вот мультипаками, стоят они, по-моему, там около 10 долларов на Beauty Joint, опять-таки можно со скидкой через Simplum покупать. Я их покупаю достаточно много, потому что они у меня быстро расходятся для каких-то клиентов, для фотосессий, и сама я тоже пользуюсь этими ресницами, сама я ими пользуюсь несколько раз, до, наверное, 5-6 раз я могу одними и теми же ресницами пользоваться. Очень они качественные, красиво держат форму, не разлазятся там сразу после первого нанесения их на глаза. И в то же время у них очень-очень такая тоненькая основа, как лесочка, и кажется, что на эту лесочку приклеены как будто очень много пучковых ресниц, поэтому они создают очень такой натуральный эффект, и безумно мне вот конкретно вот эти Demi Whispies очень нравятся. Вот я их рекомендую для любого праздничного макияжа и для любого такого макияжа в стиле кошачьих глазах сто процентов вот без таких не обойтись. Давайте теперь поговорим о бровях. Брови в 2015 году, это, наверное, был самый большой тренд, потому что в 2015 году все старались сделать правильную форму бровей, как-то их подчеркнуть, какие-то продукты найти. То, что я однозначно могу вам порекомендовать, это вот такие вот гели. Это NYX Eyebrow Gel называются они. Конкретно эти гели вам подойдут, если вам нужно выстраивать форму брови. То есть если у вас своих бровей достаточно мало, и вам нужно добавлять форму, выстраивать форму брови, то вот эти гели обалденно просто работают. Очень стойкие, они водостойкие, водой не смываются и смываются либо двухфазными средствами для снятия макияжа, либо очень качественной мицеллярной водой они смываются. А так они будут держаться, пока вы их сами не захотите снять. Достаточно они выглядят натурально. Если у вас совсем, конечно, бровей нет, и вы полностью будете ими вырисовывать бровь, конечно, это не будет выглядеть натурально, но в то же время это будет выглядеть, наверное, максимально натурально из того, что можно вообще создать. Для себя я регулярно пользуюсь двумя продуктами для бровей, и также это мой выбор для тех, у кого свои брови нормальные, единственное, нужно только подчеркнуть их форму и сделать их более аккуратными. Первое это карандаш от Feverlick, называется Secret Ideal Brows, номер 5545. Это идеальный карандаш для блондинок, он настолько светлый, что способен немножко даже выбелить оттенок ваших собственных бровей, если они темные. Вот, к примеру, я сейчас крашусь в блонд, но в то же время брови у меня такие, знаете, настоящий темно-серый цвет бровей. А вот этот карандаш делает их немножко мягче, и это в целом лучше вписывается, как бы, и делает гармонию на моем лице. И также я очень люблю гель для бровей тонирующий от NYX, называется он Tinted Brow Mascara. У меня оттенок блонд, это именно тонирующий, закрепляющий гель для бровей. Тоже очень классный. Именно в плане того, как он фиксирует бровь, я не могу сказать, что это самый лучший гель на планете, но в то же время вот тонирует, он именно классный и натуральный эффект получается. Нет такого, что как будто у вас там какие-то волоски прокрашены, какие-то склеены, какие-то где-то там куски какой-то краски торчат. Очень натуральный, красивый эффект создают. Последнее, о чем хочу вам рассказать, это продукты для губ. Опять-таки в 2015 году я стала намного больше вниманием уделять, и конкретно для себя я начала экспериментировать с разными формами губ. Когда-то мне нравилось их делать более пухлыми, когда-то менее пухлыми, когда-то более четко выделенными, когда-то наоборот мне нравилось их больше, как стирать с лица. И в этом мне однозначно помогали карандаши для губ. Я очень люблю карандаши Лаккорди. Они опять-таки стоят совсем недорого, но в то же время они очень классно держатся, очень классно выглядят. Миллион оттенков просто на любой вкус. Поэтому однозначно я понимаю, почему визажисты их тоже очень любят. У меня самые два моих любимых оттенка. 363-й это такой настоящий барбешный розовый оттенок, вернее не сказать, что это барбешный, но такой настоящий розовый оттенок губной помады. Оттенок 364, это мой абсолютный фаворит, наверное, 2015 года. Но именно конкретно с этим оттенком я и могу экспериментировать с формой своих губ, то есть могу их сделать где-то больше, где-то меньше, где-то чуть-чуть так сделать, где-то чуть-чуть так. Вот этот конкретный оттенок для моделирования губ очень круто работает. В плане помад самое большое мое открытие это помады Wet n Wild. Я вам сейчас показываю две, у меня их на самом деле огромное множество. Это две мои самые любимые помады. Первый оттенок у нее Rose Bad. Это помада настоящего такого алого красивого оттенка, подходит на каждый день. Это не красная помада, но в то же время и не бледная помада. Это что-то среднее. Ваши губы будут с ней выделены, но в то же время не слишком кричащими будут. И еще один оттенок я очень люблю In The Flash. Этот оттенок, скажем так, вашей губы, но лучше. Вот конкретно с вот этим карандашом 364, вот эти два продукта могут полностью смоделировать новую форму губ, и при этом будет казаться, что губы у вас практически не накрашены, то есть будет видно, что что-то на них есть, но в то же время не будет никакого акцента на губах. И еще конкретно в этом году огромное мое открытие, такое вот, я бы сказала, одно из самых, наверное, главных открытий, это жидкие помады. И конкретно жидкие помады от LA Girl. У меня их уже тоже огромное множество, сейчас вот у меня уже 6 оттенков, я здесь держу в руках, и я еще больше, скорее всего, буду покупать их, потому что это, опять-таки, бюджетный продукт, стоят они тоже 2,75, по-моему, если я не ошибаюсь, или 3,75. Через Simple на Beauty Joint можно получать 20% скидку, еще дешевле их покупать. Безумно классные помады. Сейчас у меня на губах оттенок, который называется Базар. Этот оттенок всегда, все делают комплименты, когда его видят у меня на губах, особенно классно он выглядит на видео, потому что на видео он выглядит таким, достаточно ярко-алло-красным, но в то же время не таким прям уже совсем вырви глаз красным. И именно в реальности он тоже вот такой вот красивый красный оттенок, который большинству девушек как раз-таки подходит. Оттенок это Базар. Также из моих фаворитов оттенок Dreamy, тоже это тот оттенок, который может моделировать форму ваших губ. Часто я тоже его использовала. И это светлый нюдовый оттенок, но в то же время это не нюд, который совсем вытирает ваши губы с лица. Это вот как я рассказывала про помаду In The Flash, что вместе с карандашом, вот 364 номер, и вот эта вот помада в оттенке Dreamy, они опять-таки могут создать новую форму ваших губ, и будет видно, что на них что-то есть, но в то же время не будет понятно, что вы там что-то где-то увеличили. В общем-то помады эти, я не сказала в этом видео, это жидкие матовые помады, безумно стойкие. И конкретно эти помады очень трудно снять вообще любыми средствами для снятия макияжа, кроме двухфазных. Вот только жирные такие текстуры растворяют эти помады, поэтому даже когда вы что-то кушаете, когда вы что-то пьете, все равно эта помада держится очень стойко, и только если вы будете есть какую-то жирную еду, тогда она начнет чуть-чуть подмываться с внутреннего уголка рта, а так безумно стойкая помада. И единственный ее минус, она немножко такой вот липковатый эффект на губах создает, при этом губы она не сушит, но немножко есть такой липковатый эффект. Если он вас будет раздражать, то это, наверное, не ваш продукт, но если вы готовы это потерпеть, ради того, чтобы помада держалась на вас очень-очень-очень долгие часы, тогда вперед я вам очень комендую именно эти помады. Ну вот и все, рассказала вам обо всех своих фаворитах 2015 года, обязательно поделитесь в комментариях своими фаворитами 2015 года, потому что каждый раз я пополняю свои списки, и каждый раз нахожу все более и более новые какие-то крутые продукты. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить мне палец вверх, подпишитесь на мой канал, и также поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам, чтобы в следующем году вы еще ближе стали к своей цели или достигли своей цели. Здоровья вам, счастья, удачи, всего самого-самого лучшего в Новом году, и мы с вами увидимся совсем скоро, уже в 2016-м. Пока! Ну и давайте, в общем-то, без лишних слов. Вот, собственно, как я выглядела 3 месяца назад. Здесь довольно ярко видно разницу, потому что я вам сейчас показываю результаты до и после. Эти фотографии никак не были не обработаны, ничего с ними не было сделано, Ну вот и все, макияж глаз на этом закончен. Продолжайте смотреть, и я покажу вам, как я оформила макияж лица. Если говорить о макияже лица, здесь я... Субтитры создавал DimaTorzok,